МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Культурный Максимум, я Алексей Кудинов. Мы в зале имени Каца Новосибирской филармонии. В последний раз публика была здесь 21 марта на открытии Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина. После этого все, что было доступно любителям хорошей музыки, это только онлайн-трансляция. Напомню, ОТС делал некоторые из них. Мы показывали в прямом эфире концерты как раз вот этого арт-фестиваля. Я рассказывал об этом в программе. Мы беседовали с музыкантами. Я спрашивал, какие ощущения, когда выходишь в пустой зал. Но с тех времен все уже привыкли к тому, что приходится выступать не только перед пустым залом, но и вообще из своей кухни. И вот, наконец-то, здесь вновь концерт. Фестиваль «Музыка мира». Публики по-прежнему нет, но хотя бы музыканты могут встретиться в реальности, а не в зуме или инстаграме. Идея выступить в зале Каца родилась неожиданно. Проект «Музыка мира» задумывался как серия концертов в разных точках планеты, посвященных памяти о Великой Отечественной и Второй мировой. София, Вена, Берлин. Старт 8 мая на Прохоровском поле. Там, где проходило одно из самых масштабных танковых сражений в истории. Концерт должен был быть также масштабным. Оркестр в тысячу человек. Такой же хор. Около 150 тысяч зрителей. Но из-за пандемии 8 мая удалось сделать только онлайн-трансляцию Ленинградской симфонии Шостаковича, в которой дистанционно участвовали музыканты из разных стран. В любом случае, в Новосибирске в этом году концертов «Музыки мира» не планировали. Я так планировал. Интегрировать Новосибирск, свой родной город, в проект «Музыка мира» на следующий год, поскольку это первый такой пилотный получился. Идея в рамках проекта «Музыка мира» сыграть концерт в Новосибирске родилась две недели назад. Было понятно, что никакого огромного оркестра и тысяч зрителей сейчас не собрать. Поэтому и решили сделать онлайн-концерт и выбрать камерное произведение – фортепианное трио Дмитрия Шостаковича. Оно написано в разгар Великой Отечественной и также считается одним из музыкальных приношений той войне. Хотя Шостакович посвятил это произведение одному человеку – своему другу, музыковеду Ивану Салертинскому. Он был художественным руководителем Ленинградской филармонии. Вместе с ней во время войны Салертинский переехал в Новосибирск. Здесь же он и умер в 44-м. И всю боль личной утраты Шостакович вложил в свое фортепианное трио. Начиная с самого первого концерта и вплоть до февраля 44-го года деятельность Ленинградской филармонии в Новосибирске организовывал ее художественный руководитель Иван Иванович Салертинский. Личность неординарная. Просветитель, музыковед, публицист, критик, профессор Ленинградской консерватории. Именно он стоял у истоков создания Сибирского отделения Союза композиторов и представил новосибирским слушателям Ленинградскую симфонию своего близкого друга Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Когда я придумал сделать это здесь, в Новосибирске, в своем родном городе, мы сразу же начали думать с моими друзьями о репертуаре. И, конечно же, поскольку нам нужно минимальное количество людей на сцене, конечно, в первую очередь мы вспомнили про то, что непосредственно связано с историей Новосибирска, потому что и Шостакович, и Солертинский, и все наши те коллеги, они стояли действительно у истоков формирования культуры здесь, в Сибири. И очень памятно то, что музыка пропитана военной тематикой, риторикой, и посвящена его близкому другу Солертинскому, который как раз похоронен здесь, в Новосибирске, в этот день прозвучит сегодня. В Новосибирск вместе с Михаилом Симоньяном прилетели пианист Александр Гиндин и виолончелист Борис Андрианов, музыканты топ-уровня, которые, если бы не пандемия, вряд ли бы согласились на внеплановую командировку в наш город. Само исполнение приурочили к Параду Победы. Концерт начался в 6 вечера 24 июня. Я действительно глубоко верю в то, что в нынешнем обществе музыкант – это та самая действующая сила, которая действительно может сделать что-то реальное для установления мира на нашей планете. Потому что язык наш не имеет границ, он не нуждается в переводчиках, и он бесконечен по географии. Нас понимают все. Салертинский, Шостакович, они были здесь. Салертинский умер в 10 минутах ходьбы отсюда, скончался в доме на Красном проспекте. Насколько вот это влияет на музыкантов? Для нас, для публики, конечно, интересно. А вот для вас это играет какую-то роль, что здесь дух витает этих людей? Во-первых, конечно же, вся история создания этого сочинения именно здесь, именно по случаю Победы, это, конечно, стопроцентное попадание. И это вот, Зорош, так получилось. Во-вторых, мне кажется, что именно такое отмечание Дня Победы, оно самое правильное, самое настоящее. Все-таки День Победы, несмотря на большое количество праздничных мероприятий, это все-таки День памяти и скорби. И для меня все детство это были мой дедушка со своими сослуживцами, которые сидели и вспоминали. И правда, что слезами на глазах, и музыка же такой, что, конечно же, эти слезы у всех вжимает. Концерт в прямом эфире показал телеканал ОТС. Трансляцию ввели интернет-площадки организатора фонда «Открытое море». Ее смотрели в соцсетях, на специализированных музыкальных порталах, в том числе и зарубежных. Важно, чтобы показали зрителям не только само выступление, но и материалы, рассказывающие о Шостаковиче и Салеркинском, о том, как Новосибирск во время войны принял культурные ценности со всей страны. Помимо музеев, сюда были эвакуированы многие музыканты и творческие коллективы. Именно это сделало Новосибирск, по сути, главным музыкальным, культурным центром Сибири военных лет. Закончилась война. Новосибирцы вернули наши культурные столицы, Москву, Санкт-Петербург, другие города, те ценности, то богатство, которое бережно сохранили здесь в течение тяжелого времени. Но и частички оставили себе. И на этой основе здесь, в Новосибирске, выросла поистине культурная столица Сибири. Прямой эфир длился около часа. В зале, кроме исполнителей, находились лишь пара десятков человек, отвечавших за свет, звук и саму трансляцию. Но сколько людей незримо присутствовали здесь, посчитать сложно. Только на каналах фонда «Открытое море» собралась аудитория в 500 с лишним тысяч человек из разных стран мира. Так уж получилось, что телеканал ОТС на этой неделе транслировал сразу несколько крупных культурных событий. Среди них бард-фестиваль «Станция Сибирь». В течение восьми часов на берегу Обского моря звучала авторская песня. Эту трансляцию можно было посмотреть и в сети интернет. На нашем канале вы еще увидите и фильм Ольги Морозовой, посвященный этому событию. Ну а пока наша остановка на «Станции Сибирь». «Станция Сибирь» – фестиваль молодой, но не совсем обычный. Среди его участников есть и столичные мэтры, и исполнители, известные не очень широко. Этакая сборная Сибири – 10 человек. Состав каждый год определяет бардовское сообщество одного из регионов нашего федерального округа. В этом году это был Томск. В итоге в сибирскую десятку вошли авторы из Ангарска, Назарова, Барнаула, Красноярска и других городов. Нашу область представлял Вадим Кусков. Выступление участников этой сборной – как раз, пожалуй, самая интригующая часть фестиваля. Понимаете, поездив на протяжении практически 20 лет на Грушинский фестиваль, можно сказать, что Сибирский регион – это действительно очень богатый регион в плане авторов. И в плане авторов, скажем так, чистых, с точки зрения каких-то жанра, с точки зрения традиций. Очень много в Сибирском регионе интересных авторов. У меня лично это, конечно, больше именно как встреча друзей. То есть это чисто дружеская какая-то больше атмосфера, общение, компания. Я не могу сказать, что, допустим, фестивали влияют на какое-то там творческое наполнение. То есть это было давно, когда я там, грубо говоря, там был первокурсником, и там я приезжал на фестиваль, чтобы услышать что-то новое, увидеть что-то новое. Сейчас я уже, ну, как-то уже, наверное, уже особо нового-то ничего не... Ну, в общем, не за информацией ты едешь, а больше за кайфом, за удовольствием, за общением. Некоторые исполнители и, самое главное, публика в этом году на фестиваль приехать не смогли. Станцию Сибирь вообще можно было отменить, перенести на год, но организаторы решили фестиваль провести. И сделать это в форме восьмичасового интернет-барт-марафона. Благодаря моим коллегам, которые до раннего утра снимали живые выступления приехавших в Новосибирск бардов и разбавляли их включениями из разных городов страны, фестиваль, пусть и онлайн, смогла посмотреть многотысячная аудитория. Во времена рэпа и электронной музыки еще есть люди, которые любят песни под гитару. Когда-то, подросткам еще, я мечтал о том, чтобы найти единомышленников и петь песни не «Унца-Унца» и «Я люблю, ты любишь», мы разошлись. Вот, никакого такого содержания. Хотелось большего. Сибирская десятка бардов получила возможность не только принять участие в интернет-марафоне, но и выпустить диск со своими песнями. А следующий фестиваль организаторы рассчитывают провести уже не в форме интернет-марафона, а вместе с подпевающей публикой. «Это дело чести, совести и чести, только век не то». «Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет!» На этой неделе, после долгой паузы, открылся Новосибирский зоопарк. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Получили возможность возобновить работу и музеи нашей области. Только им для того, чтобы приготовиться и выполнить все требования, нужно еще несколько дней. Пока не могут открыться кинотеатры. Но мы ждем, наконец-то, возможности сходить в зал, посмотреть хорошее кино с попорным или без. Тем более, что, например, в кинотеатре «Синема» должен появиться новый арт-дворик и обновленный кинозабор. Небольшой кинозал «Синема» – место, где собираются ценители хорошего игрового, документального или анимационного кино. Иногда показы или какие-нибудь поэтические вечера проходят во внутреннем дворике. Там пока нет зрителей и делают огромное кинографите. Назадана была тематика – это кинематограф. Ну и, соответственно, захотелось передать атмосферу самого кино. Когда оно только начинается, когда зритель уже погружается в эту волшебную иллюзию. И тогда уже происходит… Ну, соответственно, я подобрала сюда «Каннского льва», который вылазит из ленты. Потом изобразила само название кинозала. И плюс еще изобразила именно то, через что происходит само видение фильма. Это через глаза, через зрение, через оптику. Обычная стена превращается в кинозабор не очень быстро. Работу приходилось останавливать из-за дождей. Но к открытию кинотеатра все, конечно, должны закончить. Что здорово. В Новосибирске появляется все больше и больше легальных работ этого жанра. В данном случае все поддерживает региональный Минкульт. Да и самому арт-дворику «Синемы» такой изюминки как раз и не хватало. Здесь каждый год, каждое лето собирается большое количество зрителей. Мы показываем кино под открытым небом. Это связано как с городскими событиями, так и с федеральными мероприятиями. Например, вот у нас в августе ежегодно, 27 числа, проходит День российского кино. И он всегда знаменован тем, что российские фильмы показываются именно под открытым небом. И вот это та самая площадка, где мы обычно каждый год показываем российские фильмы российского производства. Ситуация сейчас складывается так, что все в подвешенном состоянии. Тем не менее, мы не теряем надежды и вполне возможно, что уже с середины, возможно, июля мы начнем наши кинопоказы. И начнем прежде всего, если погода, конечно, будет позволять, именно здесь, в нашем обновленном, скорее всего, кинодворе. Ну что же, будем ждать скорейшего выхода из режима культурной самоизоляции. Ну сколько можно ходить на спектакли и в кино, слушать музыку и бывать на экскурсиях онлайн. Будем надеяться, что к следующей программе у нас в регионе уже откроется музей. И тогда мы расскажем, как туда теперь попадать, нужны ли маски и поскольку можно собираться у одного экспоната.